Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием MySummerCar. И сегодня мы с вами посмотрим на модификацию, которую меняет наш стандартный автомобиль на модельку ГАЗ-2476. Та самая Волга, можно сказать, даже в каноничном цвете. Ну, честно говоря, слишком яркий какой-то белый, но это в MySummerCar белый цвет, слишком такой яркий. И тени, смотрите, как это съехали, как-то странно выглядит. Но, тем не менее, белый цвет Волга, и мы сейчас с вами ознакомимся поближе с этой моделькой. Давайте, наверное, снимем колпаки. Мне кажется, колпаки здесь лишние, и они не нужны. Внешне уже моделька впечатляет, выглядит добротом на первый взгляд. Но, естественно, проблемы с тенями бросаются в первую очередь в глаза. Мы, конечно, можем подкрутить, в принципе, настройки, но, мне кажется, ничего от этого не изменится. Лучи, например, убрать. Ну да, смотрите, вот эта вот часть осталась до сих пор такой же. Но, в принципе, во всей игре много таких проблем. Так что, ладно, просто не будем особо на это внимание обращать. Итак, давайте начнем, наверное, с задней части. На задней части у нас здесь красуется надпись Волга. Давайте откроем наш багажник и номерные знаки неловко выглядывают. Но номерных знаков никнейп автора модификации. Да, лучше бы сзади их вообще, на самом деле, убрать. Было бы неплохо. А спереди оставить. Спереди они тоже есть, номерные знаки. Так, ну, в общем, багажник выглядит не очень здорово. Под багажное пространство. В принципе, более-менее нормально, но здесь мы можем увидеть с вами бензобак и лишнее, огромное количество лишних деталей. Давайте проверим функциональность багажника. Скинем туда что-нибудь, сбросим. Достаточно массивное, например, канистру. Гриль можно засунуть туда, попробовать. Огромное количество, кстати, барахла в этом сохранении. Так, может быть, из-за этого, кстати, проседает. Сбрасываем сюда канистру, например. Ну, есть проблема, есть проблема с багажным отделением. Да, смотрите, что происходит, если я кладу канистру. То есть надо как-то подальше, подальше от края ее устанавливать, и она будет левитировать, ее класть. Также отвалился у нас бампер. Бампер, судя по всему, абсолютно стоковый. Ну-ка, давайте на него посмотрим. Да, вроде стоковый бампер. Мы ничего не потеряли, избавившись от него, так что все нормально. В принципе, предметы должны, наверное, держаться. Давайте оставим канистру. А, нет, теперь не закрывается багажник. Да, с багажником прям большие проблемы. Теперь багажник нормально не захлопнулся. Все вроде захлопнулся не с первого раза. Будем надеяться, что не вывалится канистрами потом в дальнейшем. Итак, заднее окошко здесь. Задний свет, соответственно. Что у нас здесь? Крышка бензобака. Так, немножко я подпихнул машину своими неуклюжими движениями. Так, ну и, собственно, вот здесь вот никакой крышки бензобака нет. И нам придется заниматься пиксель-хантингом. Для того, чтобы заправить, заправить автомобиль. Так, что у нас дальше? Здесь все вроде как достаточно неплохо. Двери, дверные ручки, даже замочные скважины. Здесь у нас прозрачное полностью зеркало. Выпирает. Ну да, очень сильно выпирает. Я сначала это и не заметил. Выпирает, собственно, элементы салона. И выглядит это так себе. Ну, это лишь ранняя, как всегда, как всегда. Я сколько раз уже упоминаю об этом. Но это лишь ранняя версия модификации. Может быть, когда-нибудь ее допили. Надпись Волга снова. Вот здесь знаменитая эта решеточка. Замечательно. И вот снова номерные знаки. Здесь все неплохо выглядит. Ну и второе зеркало тоже абсолютно прозрачное. Так, ну что ж, я предлагаю залезть теперь, наконец, уже в кабину. Внутрь. Внешний автомобиль мы осмотрели. В принципе, нормально. Есть какие-то моменты, которые сильно бросаются в глаза. Но, в принципе, на этом можно не обращать внимания. Так, еле-еле я открыл дверь. Залезаем и здесь салон не особо изменился. Но, по крайней мере, вот эта вот часть, внутренняя, дверная, она изменилась. Смотрите. Выглядит теперь совершенно по-другому. Так, крыша, по-моему, не изменилась. Потолок не изменилась, естественно, приборная панель. Никакие датчики. Руль прежний. Кресло прежнее. Но, по крайней мере, по крайней мере, ручник не проваливается в днище. И мы можем с легкостью его задействовать. Также здесь на стеклах, смотрите, висят ремни безопасности. Заднее кресло проваливается. Вот этот элемент. Если мы переходим на заднее сидение, мы также голову высовываем из потолка. Да, проблем масса в этой модификации. Так, вордачок полностью функционирует. Все здесь замечательно. Ну что ж, давайте немного покатаемся. И вспомним давно забытую традицию. Засудим машину на железнодорожный переезд. Если она заведется, конечно. Так, сбылась. Даже какой-то звук странный. Звук, судя по всему, измененный. Послушайте этот звук. Это явно... Глибо с ним какие-то проблемы. Глибо его действительно полностью поменяли. Так, прострелы пошли. Окей. Задняя передача не включается, потому что, видимо, автоклач не включен. Так, управление. Да, включаем автоклач. Задняя передача. И выезжаем. Чувствую я, мы не доедем даже, на самом деле. Так, что-то пошло не так. По всей видимости, я забрался на кучу говна. У меня все повываливалось. Да, и в целом не очень приятно. Здесь разворачивается. Так, но все, мне не менее, с прострелами. Мы потихонечку... Нет, все, заблухли. Так, еще... И снова ошибка у меня появилась. Так, ну, скорее всего, я не доеду. Да, смотрите, уже дым валит из-под капота, похоже. Вторая передача. Я даже пристегиваться не буду. Выключим давайте радио. И хоть немножко насладимся внешним видом автомобиля. Вот, смотрите. Да, может быть, бамперы и стоило оставить, на самом деле. Волна в движении. Та самая. Так, давайте наткнем третью передачу. Да, совсем забыл я про фары. Фары не функционируют, судя по всему. А, нет, функционируют. Работают и прекрасно освещают. А как сами фары выглядят, мы сейчас с вами узнаем. Лишь через мгновение. Как камера повернется. Жалко, конечно, камера третьего лица свободной нет. Вроде работают фары. И они светят даже. Там, скорее всего, стоковые где-то спрятаны. Блин, ракурс неудачный. Ладно, давайте уже доедем. Да, едем, наверное, до железнодорожных путей. Вообще, хорошо бы, наверное, на третьей передаче. Ой, на второй передаче передвигаться. С другой стороны, вроде как, не глохнем. Все нормально, все стабильно. Потихонечку едем. Сквозь прострел. Тем не менее, мы даже набираем скорость. Может быть, автор модификации такой вот сборкой автомобиля пытался передать все ощущения вот вождения Волги. Вполне такое вероятно. И поэтому машины не идеально настроены. И так далее. Может быть, сейчас что-нибудь отвалится. Я бы не удивился. Так тихо здесь притормозить. Аккуратно подъезжаем. Железнодорожный путь. И, собственно, дальше вы знаете, что произойдет с этим замечательным автомобилем. Втыкаем вторую. Потихоньку снижая скорость. Теперь осталось решить. Кстати, какие-то элементы здесь торчат в салоне. Огромное количество таких элементов. Куча щелей и так далее. Случайно я воткнул третью передачу. Давайте вот так вот как-нибудь развернемся. Все, поставим ручник. Машина заглохла. Неудивительно. Так, а да, под капот я, кстати, забыл заглянуть. Ну, под капотом полный сток, как вы видите. Нет, фары не светят. Сами фары, я имею в виду, не горят. А стоковые горят. Под капотом здесь, в принципе, в легкой доступности все элементы. Хотя вот с аккумулятором есть проблемы. Да, и будет не очень удобно... Не очень удобно антифризисом заливать. Конечно, даже перекрашенный некоторый элемент, смотрите. Но так, вроде как, к любому болту подвезть можно. Итак, состав уже в пути. Он потихонечку подъезжает. И сейчас будет лобовое столкновение. Я бы поехал ему навстречу, но не поставил плагин на бессмертие. Так что лучше просто давайте со стороны наслаждаться над зрелищем. Я закрыл все элементы. Багажник, капот, точнее, и дверь. И смотрим. Столкновение. Рассыпается автомобиль. И куда-то в поле отлетает. Так, ну давайте посмотрим, что с ним произошло. Хотя тут все, естественно, на поверхности очевидно. Изрядно помятый кузов. Особенно задняя часть. Задняя часть больше всего пострадала. Этот злосчастный багажник особо не функционирующий. Зато теперь, смотрите, это и к лучшему даже. Теперь зато не придется пиксель хантить. Сразу видно, куда топливо заливать. Крыша также неплохо пострадала. Естественно, вылетели все элементы, которые могут вылететь. В том числе аккумулятор колеса на месте. Так что, в принципе, машина ремонта подлежит. С ней все замечательно. Кстати, вот можно на днище посмотреть, что выступает передняя часть. Ну и теперь с повреждениями все криво-косо выглядит. До этого, наверное, все-таки выглядело получше. Что ж, а на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.